Друзья, продолжаем эфир. И начало недели выдалось не очень, скажем так, позитивным. С ужасом смотрели на рост курса валюты, вообще на то, что происходит в мире. А что происходит? Вот давайте и поговорим об этом. Спустя вот пару дней можно как-то выдохнуть и понять уже, куда мы движемся. В гостях у нас финансовый консультант Олег Наумович. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и, собственно, что у нас происходит? Что вот это было за странное событие у нас по поводу отказа от сделки с ОПЕК? На прошлой неделе, да, в конце прошлой недели. Да, вроде как бы нам, которые на нефти живут, было странно это все наблюдать. Что происходит? Ну, первые дни, конечно, на выходных и в понедельник у нас нерабочий день был. Мало было информации и сложно было сориентироваться. Сейчас уже информация поступает из разных источников и можно какое-то консолидированное мнение сформировать. Действительно, рынок сейчас несколько в шоке. Шок этот нефтяной. Началась ценовая война на нефти. Все открыли свои максимально винтили, демпингуют, о чем Трамп уже пальцем грозит и будет разбираться, что за демпинг мировой идет. Ну, то есть, рынок действительно вошел в фазу высокой волатильности. Волатильность – это не обязательно цена должна падать. Она может также и резко расти, но, собственно, вот эти большие разбеги ценовые – это и есть период высокой волатильности. И экономика, она циклична, и все процессы внутри экономики, они тоже цикличны. После фазы высокой волатильности идет опять штиль. После штиля снова буря, как говорится. Но когда ты находишься в этой буре, понятно, обуревают не очень веселые мысли, но, тем не менее, все циклично, и нужно дождаться, собственно, когда выглянет солнышко. Все просто ждут и гадают, когда это случится. Главное, чтобы оно случилось. Да, но это случается всегда, на самом деле. Делать ставку на то, что солнце завтра погаснет, ну, это, в принципе, нелогично. Это происходит всегда, просто нужно переждать, и самое главное – сохранять спокойствие. По поводу отказа от сделки, если изначально информация была, что мы вроде как категорически отказались от сделки, Но сейчас, судя по всему, послушали мы заместителя министра энергетики России, складывается ощущение, что все-таки не было от нас категорического какого-то отказа, и мы там, ну, в общем, как говорится, пальцы не гнули, не хлопали дверью. Мы разумно предложили оставить добычу на прежних уровнях, то есть не повышать, не понижать, ну, собственно, оставить. Но Саудовская Аравия вышла с предложением, ну, которое объективно нас бы не устроило. То есть, может быть, и для этого был такой холодный расчет, зная, что партнер не согласится на условия предложить вот эти кабальные условия и таким образом как бы выставить виноватым во всем противоположную сторону, как говорится. Вот. А есть другая подоплека у этой истории. В принципе, зачем все-таки Саудовская Аравия вот эта ситуация с очень дешевой нефтью на рынке в мире? Собственно, мы видим, что основные истерики, основные, скажем, посылки, какие-то действия идут в основном от Саудовской Аравии. А дело в том, что у них дефицит бюджета в то время, когда у нас профицит бюджета очень большой был эти годы последние, то есть 2-3 триллиона рублей ежегодно у нас был профицит бюджета. Мы накапливали деньги в резервы, в фонд национального благосостояния, в золотовалютные резервы, что находится на историческом максимуме. Саудовская Аравия все это время теряла деньги и продолжает терять. Это прежде всего на это влияет. Ну, во-первых, у них очень высокие затраты бюджетные, они привыкли жить в роскоши. Все-таки шейхи, как говорится. А другое дело, они привыкли, они традиционно всю свою жизнь продавали на экспорт нефти, в том числе и в США. То есть США настолько глобальный игрок нефтяной промышленности, мировой, скажем. Он, мало того, что один из крупнейших добытчиков нефти, но он крупнейший потребитель этой нефти. И добывал он много, но этого не хватало. И он закупал, прежде всего, у Саудовской Аравии эту нефть. Что произошло за последние годы? Уже, наверное, все знают, это все давно не секрет. Появилась сланцевая нефть и такая энергетическая революция, сланцевая революция на нефтяном рынке в Соединенных Штатах. Эта нефть достаточно быстро и легко добывается. Да, себестоимость у нее высокая, но, тем не менее, она очень легко и быстро добывается. И, по сути, вот эти сланцевики, они залили внутренний рынок Соединенных Штатов. И Соединенные Штаты из, скажем, импортеров нефти превратился в экспортеров. То есть он, мало того, что он перестал закупать внешнюю нефть, он еще начал продавать свою нефть. Вот. И в связи с этим, да, есть мнение, что все-таки Саудовская Аравия, то есть мы когда начали читать новостные заголовки, Россия решила выдавить сланцевую нефть Соединенные Штаты. На самом деле основные агрессивные действия делает Саудовская Аравия. И ей очень, очень это нужно сделать, потому что дефицит бюджета у них огромный. Порядка 50 миллиардов ежегодно они теряют. Это достаточно проблемно. Ну мы, конечно, переживаем за Саудовскую Аравию, за Америку, любим переживать за международные дела, но больше всего переживаем за нас самих. Безусловно. У нас все-таки бюджет тоже сильно ответит. Я именно к этому и подвожу, что все-таки Россия очень тактично и правильно подошла к этой ситуации. Мы ждали, мы видели, мы предвидели вот проблему, спад, скажем, в экономике. И вот ситуация с коронавирусом, которая, скажем так, я не буду нагонять страхи по поводу самого вируса, туда пригласите эксперта медицинского по этому поводу. Но это действительно отразилось на экономике мира, потому что фактически большую часть производственных мощностей простаивали три месяца в Китае. Они сейчас запустились, Китай уже ситуацию обуздал и, в общем говоря, выходит на полные мощности. Это и СМИ хорошо видно, и статистика, там, вновь заболевших. Если там раньше сотни тысяч было ежедневно новых случаев заражения, сейчас там это в районе десятка случаев, то есть это уже нормальная ситуация. Даже в Ухань приехал там глава, председатель партии, да, китайский Си Цзиньпинь сообщить миру, что, в общем, мы победили, да. Но в мир-то вот эта история пошла. И в мире, во-первых, есть влияние на мировое ВВП, это потребление Китая, который всю жизнь имел бюджет, скажем, экспортно ориентированный, и у него был всегда, ну, последние десятки лет, да, 30 лет, у него был профицит бюджета за счет того, что он больше продавал, чем импортировал. А сейчас случилась впервые за 30 лет ситуация обратная, когда он больше импортировал товаров, нежели продал своих, потому что все стояло. И это влияет на глобальное замедление мировой экономики и, естественно, на потребление энергоносителей, энергоресурсов. То есть даже если бы мы на какие-то кабальные условия, там, Саудовской Аравии и согласились, нас бы просто на горизонте года выдавили с рынка, с ланцевики, там, Соединенных Штатов, другие игроки. И при этом мы потеряли бы и долю, и еще бы и в цене бы потеряли. А так сейчас у нас действительно есть возможность и даже нарастить долю какую-то. Ну, факт, как говорится, да, цена снизилась. Цена снизилась на ожиданиях как раз снижения спроса. Так, ну хорошо. В этом смысле мы рады, что страна побеспокоилась о своем будущем. Мы теперь хотим побеспокоиться о своем будущем. Я имею в виду, сейчас всех интересует... А каждый граждан. Да, уже на нашем уровне, потому что в памяти свеже, еще там, 14-й год, когда тоже там у нас был резкий рост валюты. Тогда, вы считаете, государство не заботилось о гражданах? Ну да, отдельный вопрос, просто чего нам ожидать? То есть тогда тоже был резкий скачок, там, доллар, евро по отношению к рублю? В два раза. Ну там даже больше, на 150% примерно с 2014 года до пиковых значений выскочил курс доллара. Цены подскочили тогда. Да, центральному банку пришлось экстренно действовать. Отличие ситуации 2014-2015 года, что тогда действительно была форс-мажорная, неожиданная ситуация для наших госорганов, для наших финансовых, прежде всего, функционеров. Тогда были действительно очень нужны серьезные денежные средства, валюта на погашение внешних долгов. И они изымались с внутреннего рынка. Такой шок был действительно. Сейчас, почему я достаточно приподнят на настроении, начиная со вторника, я увидел, что действительно наши функционеры к этому были готовы. Мало того, что мы держали неоправданно высокую ключевую ставку, то есть центральный банк, помните, в 2014 году, точнее в 2015, он задрал ее сразу на 17%, до 17%. Сейчас она 6% ключевая ставка, при том, инфляция в январе месяце замедлилась до исторического минимума 2,5%. То есть этот разрыв между инфляцией и ключевой ставкой, он на самом деле имеет огромный запас. И центральному банку не пришлось, собственно, повышать ключевую ставку. Это большой респект, как говорится, нашему финансовому регулятору, центральный банк, председателю центрального банка, я так понимаю, на их уровне это все решалось. То есть готовились заранее, для сравнения, схожая с нами экономика, Бразилия, также экспортно ориентированная, также нефтяная страна. У нее ключевая, то есть она встретила вот этот шок нефтяной с ключевой ставкой в районе 4,3% и инфляции 4,3%. То есть, понимаете, разрыв между вот этими двумя параметрами, он совсем небольшой. Вот тем придется повышать ставку и как-то успокаивать рынки. А у нас же, да, есть, конечно же, ожидание, что бюджет будет поступать меньше средств от продажи нефти. Но, опять же, валютный шок, я считаю, не будет таким, как повторял, там была ситуация в 2014-2015 году, просто потому что, во-первых, ситуация контролируемая, а во-вторых, уже объявили о продаже в рынок валюты из своих резервов «Газпром», «Центральный банк», «Минфин». Надо сказать, что они все покупали все это время, когда курс был от 60. То есть, они сполна могут вот этот спрос удовлетворить, спрос на валюту имеется в виду. Кроме того, ну вот уже информация прошла, что вчера там «Центральный банк» продал на полмиллиарда долларов валюты на внутреннем рынке. То есть, успокоило относительно. Что касается инвеляции, просто вот я читал ряд экспертов, там многие говорят, что там к концу года 4-5 процентов. Как думаете? Вы знаете, 4-5 процентов, ну было в прошлом году это 4-5. У нас таргет по, то есть, целевое значение, ну наверняка знаете, «Центральный банк», у него есть параметр. 4 процента, то есть, ему там глава правительства, президент дали указ, что надо держать инфляцию в районе 4 процентов. А она снизилась аж до 2,5. Мы прошлый год жили в районе 4 процентов. Да, прошлый год 19-й начался с 6 процентов, но все равно средняя вышла ниже 5 процентов инфляция. Там, помните, у нас была пертурбация с реформой и поднятием НДС. НДС, кстати, это один еще из элементов, чтобы получить запас прочности бюджета. То есть, все-таки мы смотрим наперед, мы готовимся, но тут не может это не радовать. Потому что бюджет страны, это самое главное, что может отражаться напрямую на состоятельности граждан, на сохранении их капитала. За бюджет страны сейчас переживать абсолютно не стоит. Ну, то есть, никаких поводов, поэтому даже не стоит допускать. За семейный бюджет попереживали? Да, я за свой коровый. Семейный бюджет. Инфляция в рамках погрешности, ну, там, 4-5 процента, как вы аналитиков почитали. В принципе, я тоже с этим согласен, что может к концу года действительно она быть в районе 4, то есть, в пределах разумных рамок. Хочется вспомнить цитату замечательную, кажется, в Давосе Олег Дерипаско ее произнес, что он все часто на таких экономических форумах сетовал, да. То есть, смотрите, какая ситуация. У нас металлурги, да, они экспортно ориентированы, продают на экспорт свой металл. Им очень-очень нужен, ну, чуть-чуть подороже доллар, чтобы продать подороже и получить выручку побольше в эквиваленте, в рублях. Но ЦБ был неуклонен. Вот Дерипаско тогда сказал, что вы стремитесь за этой инфляцией. Самая низкая инфляция на кладбище, там ноль. Вот, я с ним согласен. На самом деле, инфляция – это нормальный, естественный процесс. И растут цены, растут и ваши доходы, растут зарплаты. Это все равно уравнивается просто. Не такая ситуация была, как в 2014-2015 году, когда там рушок был, да, и резко цены начали задираться. И тут, конечно, надо было время населения, чтобы догнать, нарастить. Но ведь сейчас-то все выровнялось. А сейчас есть переживание, что вот снова мы увидим какой-то дикий скачок. Я не думаю, что будет какой-то дикий скачок. В ближайшие годы точно, еще раз говорю, запас прочности нашего бюджета, он достаточно крепкий. А вот в 2014-2015 году мы были в шатком положении, потому что не ожидали ситуации. Ну, просто мы помним тогда все сметали с полок. Я просто помню вот эти все бытовые техники, телефоны и так далее. Обратите внимание, сейчас тишина. Да, ну тишина. Мне даже смс-ки приходят. Деньги кончились. Нет, вот тут тоже это на самом деле большая ошибка. Сейчас на счетах физических лиц, депозитах находится более 30 триллионов рублей. Из них более 6,5 триллионов находится в долларах. То есть, более того, когда человек держит доллары на депозите, скорее всего, у него немного денег, то есть, небольшие капиталы, ну, либо он не знает о возможностях, например, фондового рынка. Основной капитал в долларах все-таки на фондовом рынке в евробандах, где доходности значительно выше. То есть, на депозитах там доходность 0 или около 0 в долларах. Вы будем прервать, потому что время у нас пошло к концу буквально. И спасибо за разговор. Об этом уже можно поговорить в следующий раз. В гостях у нас был Олег Наумович, исполнитель и директор компании «Финанс Красноярский». Спасибо вам. Не переживаем. Главное, не переживаем. Реклама впереди. Спасибо.